Город, который подобный Иерусалиму, Риму и Константинополю, стоит на семи холмах. А на их вершинах разместились известные не только в Украине, а и далеко за ее пределами, главные святыни и остатки исторических сооружений. Славная, древняя столица восточного славянства, духовный и культурный центр Украины. Сегодня мы продолжим знакомство с удивительным и прекрасным городом – Киевом. И покажем вам самые необычные места и памятники, улочки и дворики, аллеи и места силы. Говорят, что здесь живет своеобразная городская магия. Давайте вместе узнаем, где именно эти секретные и чудные места. Привет! Меня зовут Людмила. Я приехала в Киев недавно и каждый день открываю для себя новые места. И сегодня я пригласила пани Елену, которая знает много интересных мест в Киеве. И хочу вместе с ней показать и открыть для вас этот город. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Людмила. Я хочу вам сегодня показать Киев с необыкновенной стороны. Мы будем с вами ходить по таким местам, где можно загадывать желания. Скажите, у вас есть желания? У меня их очень много. А Киев – это город с такой своеобразной городской магией, где если знать секретные места, то исполнится обязательно все. Готовы? Класс! Да, идем. Вот, казалось бы, серьезный памятник великому киевскому князю Ярославу Мудрому. Ярослав Мудрый очень много сделал для Киева. Мы сейчас с вами стоим на границе города между древним городом и новым Киевом XI века. Именно в это время Ярослав Мудрый расстроил город именно до этой черты. И держит он на ладонях великую Софию Киевскую. Он еще и исполняет желание, каким образом нужно найти секретное место. Пойдемте искать. Я нашла. Подождите так сразу. Нужно знать правильный ритуал. Вот скажите мне, Люда, есть у вас желание творческое? Да. Есть. Да? И вы можете его себе хорошо представить. Так вот, сейчас, приложив ладошку, вы должны себе представить ярко в красках, что вы хотите. Как будто это уже произошло. И радость. Я готова. Готовы? Можно? Давайте, да. По городской легенде, которая, собственно, и вот с нее и пошло вот такое загадывание желания, памятник был поставлен в конце 20 века учениками великого Ивана Кавалеридзе, скульптора, которого называют украинский Микеланджело. Это его проект. Но этот проект был реализован в 50-х годах в виде маленькой бронзовой чернильницы. И когда в конце уже 20 века, в 97 году, стали ставить этот памятник, приняли решение его поставить, лучше этого проекта не нашли. И вот его увеличили в размерах, и уже ученики Ивана Кавалеридзе устанавливали этот памятник. И они буквально приложили руку, чтобы помнили не только о нем, об Иване Кавалеридзе и о них. То есть это ладошки учеников великого скульптора. И поэтому желания, которые здесь загадывают, они должны быть творческими. И творческие проекты обязательно исполнятся. Я надеюсь. А сейчас мы с вами пойдем к главному коту Киеву, который исполняет все желания. Ну тогда идем. Бежим. Совсем рядом с памятником Ярославу Мудрому в нескольких шагах в начале Золотовородского сквера находится небольшой камень, на котором примастился бронзовый кот. А это наш Пантюша, хранитель Золотовородского сквера. И он приносит удачу. Здесь можно загадать желание о чем угодно. Но нужно делать это правильное. Готова учиться? Да, конечно. Нужно одной рукой взять за хвостик, другой рукой за левое ушко. А вот в это ушко нужно прошептать желание самое свое важное. А потом, как думаешь, что нужно сделать? Потереть? Правильно. А то говорят, денежку положить. Коту не надо денежку. Коту... Его нужно погладить. Но прежде чем ты это сделаешь, я расскажу его историю. Почему именно здесь появился этот бронзовый котик. Еще в 80-е годы напротив был ресторан Пантагрюэль. А кот Пантюша жил в нем большой, толстый, серый, пушистый кот. Практически в такую вот величину. И случилось несчастье. Ресторан горел. И Пантюша погиб, задохнувшись в дыму. И вот благодарные постоянные клиенты ресторана поставили Пантюше здесь памятник. И Пантюшу очень любят. К Пантюше часто приходят гости. Ты видишь, что он такой натертый весь. Желание есть? Да, я готова. Только надо не забыть. Хвостик, ушко. Да, и на это ушко желание. Только не подслушивайте. Я здесь могу целый час стоять. Ну, главное, чтобы его погладить, не забыть. Тогда обязательно все исполнится. Ну что, а мы идем дальше. Весны? Наш сегодняшний гид, пани Елена, привела Людмилу к памятнику литературному персонажу Михаилу Самуиловичу Паниковскому из романа «Ильфа и Петрова. Золотой теленок», которого в легендарном фильме сыграл знаменитый Зиновий Герт, и потому его увековечили в бронзе. Литературный герой стоит на том же месте, где в соответствии с текстом романа он в начале 20 века работал, изображая себя слепого и одурачивал доверчивых прохожих на углу улицы Прорезной и Крещатика. Посмотри на него внимательно, потому что сейчас тебе нужно будет разгадать один из его секретов. Зеркальце есть? Зараз. Друг? Да, есть. Отлично. Для начала нужно посмотреть, что находится у него под башмаком. Для этого нужно раскрыть зеркальце и подставить его под башмак. Есть что там? И что там? Там дуля. Но на самом деле это не значит, что вам будет дуля. А наклоняемся к башмаку для того, чтобы как бы преклонить колено перед великим слепым. А после этого есть определенный ритуал, как загадать желание и попросить денег. Ты точно знаешь, какая сумма денег тебе нужна? Нужно знать точно. Когда, сколько, в каких купюрах. Есть? Есть. Значит, теперь ты становишься на башмак. И на ушко паниковскому нужно шепнуть сумму денег, которая тебе необходима. Теперь ты попросила. Нужно отблагодарить. А как отблагодарить? К понтюшу мы гладили, а здесь надо что сделать? Его нужно погладить. Денег дать. Просто подяку это. Вот там лежит кошелечек. Кошелечки обычно карманники выбрасывали, чтобы их не нашли по кошельку. И нужно под кошелечек положить копеечку. Есть копеечка? Потому что всегда должен быть обмен энергии. Клади. Раз много просила, клади все, что есть. Сюда? Под кошелечек. Клади копеечки. Вот так. Все. Теперь я надеюсь, что Великий Слепой исполнит твою просьбу. Теперь я буду богатой. Богатой, да. А мы идем дальше. И вот мы находимся на одной из главных площадей Киева, на знаменитой Софийской площади. И мы не случайно с тобой стали именно здесь, между двух соборов. Вот поставь вот так ручки и почувствуй, здесь проходит линия силы между Софией Киевской и Михайловским Златоверхом. София Киевская, которой тысячу лет. Михайловский Златоверхий, который построен, это новодел, но он построен именно на том месте, где скоро будет тысячу лет, как был воздвигнут Михайловский собор. Поэтому это место, я и называю линией силы, где... Как все загадочно! ...энергией. Великая София, Богородица Аранта, которая находится внутри собора. Огромная мозаичная фреска, защитница Киева. Она стоит в охранном жесте, она защищает, и к ней приходят просить об охране семьи, об охране города, об охране страны. Киевляне знают, пока стоит София, будет стоять Киев. Мы сейчас с тобой находимся в очень сильном и удивительном месте. Это сердце не только Киева, но и Киевской Руси. Вот здесь вот на камнях есть надпись «Отсюда есть пошла русская земля». Руська, Киевская Русь начиналась отсюда, со Старокиевской горы. По легенде, Киевщик Хариф и сестра Лыбедь, которые прибыли к этим берегам Днепра и основали город, первый их дворец был именно здесь, на Старокиевской горе. И вот эта гора считается местом силы, где есть древние капища, где был построен первый каменный храм на Киевской Руси, Десятинная Церковь. И стояло дерево любви, которому уже 350 лет. Здесь есть древняя липа, возле которой загадывают желание о любви. Я туда хочу. Пошли. Звучай. И вот мы с тобой пришли к природному чуду Киева, к одной из самых древних деревьев Киева, липы Петра Могилы. Больше 350 лет назад эта липа была посажена митрополитом. Почему здесь? Потому что рядом здесь находится фундамент Десятинной Церкви. А всегда липу, как дерево лада, да, дерево миротворца сажали возле церкви. Липа – символ богини Лады. Чтобы лад был. Лад внутри, лад с любимым человеком. И вот здесь загадывают желание о любви. Ну, наконец-то. Есть? Есть? Это определенный ритуал. Нужно три раза по часовой стрелке обойти вокруг липы, а потом подержаться за ее веточку и обменяться с ней энергией и любовью. Ты готова? Я готова. Да, я готова. Пошли, вперед. Пошли, вперед, да. Киев – город, который всегда рад удивлять, восхищать и исполнять самое сокровенное желание. Вот сегодня наша героиня Людмила загадала желание, и одно даже уже исполнилось. Вот тебе принц. Наконец-то. Да, это одна из самых значимых фигур на этой пейзажной аллее. Его все очень любят и с ним фотографируются. И поэтому я с удовольствием тебя сфотографирую с ним. Ну и вот наше чудное путешествие по Киеву подошло к концу. И мы приехали в гости к основателям Киева – Кище Кхарив и сестра Лыбедь. Мы были сегодня у них в гостях на Старокиевской горе, в самом сердце нашего города. И вот здесь они на своей ладье, казалось бы, застыли просто на века, встречая всех гостей, которые приезжают в наш город. И совершенно не случайно рядом с ними растет дерево желаний. Да, и вот у тебя должна быть с собой ленточка. Есть ленточка? Есть. Да, которая ты завяжешь на это дерево. И все свои желания, которые у тебя сегодня были, соберешь вместе на это дерево. А я приглашаю вас всех путешествовать Украиной, приезжать в наш родной город. Мы с удовольствием вам его покажем. Покажем самые необычные, загадочные места. И обещаю, что все ваши желания обязательно исполнятся. Класс. Да, идем. Беги. Сегодня прекрасный день. День, когда сбываются мечты. И я хочу поблагодарить пани Елену за то, что я по-настоящему ощутила этот город. Магический и чудесный. Я хочу пригласить вас, чтобы вы приехали в этот город и надеясь, что ваши мечты сбудутся так же, как и мои. Путешествуйте по Украине. Открывайте новые города и рассказывайте о них всему миру. Пусть каждое путешествие будет ярким и незабываемым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова